МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мэр столицы утвердил проекты планировки и межевания территории. Заказчиком выступает компания «Квадратные метры». По планам в новых многоэтажках возведут 4 встроенных детских сада, 5-этажную школу на 667 мест, локальные очистные сооружения, трехэтажное административное здание и два надземных паркинга. У каждого дома будет своя подземная парковка. Также на первых этажах разместят два фитнес-центра, поликлинику, предприятие торговли и офисное помещение. В результате на ныне пустующем полуострове смогут поселиться более 8 тысяч человек. Срок реализации проекта со всей инженерной инфраструктуры составляет 15 лет. Эксперты считают, что сама локация может быть привлекательной для потенциальных покупателей недвижимости. При этом отпугивающим фактором называют массовую застройку жилья эконом-класса по соседству и неразвитую инфраструктуру. Все-таки это реки, это свежий воздух, там действительно свежий воздух, что это больше тянет на комфорт плюс бизнес. Но, к сожалению, вот это окружение, оно может помешать. Я думаю, что там однозначно стоимость будет 130-150 и выше, смотря когда они выведут этот проект. В прошлом году в Уфе ввели 1 миллион 170 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в администрации города. По итогам 2023-го ожидается рост показателя. По словам мэра столицы Ратмира Мавлиева, особое внимание в ближайшем будущем будут уделять развитию отдаленных территорий. В течение шести лет на эти цели направят 330 миллионов рублей. Также продолжится реализация механизма комплексного развития территорий, который позволяет решать проблему расселения из аварийного жилья. Собственникам при этом предоставляют новые квартиры или выплачивают компенсации. На сегодня заключено уже порядка четырех контрактов. Это 24 миллиарда инвестиций. И мы считаем, что вот это решение КРТ, оно позволит нам быстрее справиться с проблемой аварийного жилья. И дополнительно мы сегодня формируем наш униципальный фонд для тех, кто оказывается в аварийном жиле. Всего по республике в этом году объем строительства превысил 3 миллиона квадратных метров. Это больше рекордных показателей 2022-го. По данным регионального Минстроя, ключи от новых квартир и домов получили свыше 13 тысяч семей. По площади введенной жилой недвижимости республика находится на втором месте в Приволжском федеральном округе после Татарстана. В целом среди регионов страны Башкортостан оказался на девятом месте. В селе Тирлян Белорецкого района открыли новый социально-культурный центр. В церемонии по видеосвязи принял участие Ради Хабиров. В декабре 2018 года глава республики во время рабочей поездки посетил местный дом культуры, который размещался в здании 1930-х годов постройки и поручил возвести новый многофункциональный культурный центр. К работам приступили в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». Общая площадь центра составила свыше 3 тысяч квадратных метров. На первом этаже оборудовали библиотеку, гримерную, костюмерную, зрительный зал на 300 мест. На сцене установили современное световое и звуковое оборудование. На втором этаже расположились детская школа искусств на 130 мест студии звукозаписи. В ближайших планах руководство республики благоустроить бывший Тирлянский металлургический завод 18 века. Наверное, вы помните, у нас с вами еще хорошая идея была. Все-таки мы понемножку начали восстанавливать все те старые заводы, которые у нас были в 18 века, 19 века. Поэтому Тирлянский завод, вот те объекты, которые остались, мы приведем в порядок, и там будет такой хороший тоже туристический центр. Это я обязательно сделаю, у нас в очереди это стоит. Добавлю, в рамках нацпроекта «Культура» в Башкортостане в 2023 году капитально отремонтировали 15 сельских клубов. В 2024 году приведут в порядок еще 17 учреждений. Также Радий Хабиров сообщил, что в Башкортостане приступили к созданию аналогии парка «Патриот» в Стерлибашевском районе. Глава Башкортостана провел выездное заседание антитеррористической комиссии. По словам Радия Хабирова, первый парк в селе Алкино Чешминского района будет завершен в 2027 году. Там построят еще несколько объектов в две очереди. Предполагается создание нового большого стрельбища, учебного корпуса, двух жилых модулей и базы для кластера беспилотной авиации. В результате будет создан единый центр до призывной и призывной подготовки. Вторым этапом оборудует парк «Патриот» в Баймакском районе, а третьим филиалом станет площадка в Кегинском районе. В целом, я думаю, что подчеркиваю, года через 2-3 парк «Патриот» должен уже стать таким полномасштабным центром призывной и до призывной подготовки наших детей, для того, чтобы они уже получали какие-то навыки. Глава Башкортостана также обозначил задачи работы министерств, ведомств и оперативных служб на 2024 год. Главное политическое событие – выборы президента. Также в сентябре состоятся выборы главы республики, депутатов районных и городских советов. Будут задействованы 69 территориальных комиссий и более 3000 участковых избиркомов. Радий Хабиров поручил обеспечить их охрану, антитеррористическую защищенность. В случае выявления оперативно устранить недостатки. В Башкортостане не смогли продать молочный завод даже с 50-процентной скидкой. Торги имуществом предприятия банкрота Чикмагуш и Молзавод признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил РБК УФА конкурсный управляющий. Начальная максимальная цена достигала 219 миллионов рублей. Повторные торги в форме публичного предложения были объявлены в начале декабря. В апреле и июле этого года это же имущество хотели продать за 438 миллионов. В первый лот входит один объект – многоквартирный дом в Чикмагуше на улице Ленина, 4D с земельным участком. Площадь здания составляет 891 квадратный метр, площадь участка – 4500 квадратов. Объекты находятся в залоге у Россельхозбанка. Второй лот включает обширный список зданий, построек и оборудования на производственной площадке молочного комбината в селе Чикмагуш. Сюда входят, в частности, нежилое здание площадью 6000 квадратных метров, столярный цех, магазин и другие объекты на улице Ленина. Часть имущества также заложена в Россельхозбанке. В Башкортостане создадут еще один частный пансионат для пожилых людей в рамках ГЧП. Минтруд подписал седьмое по счету концессионное соглашение, сообщила в соцсетях глава ведомства Ленара Иванова. Проект реализует Центр социального обслуживания «Софи». Пансионат будет обслуживать жителей села Старого Гумерова и соседних населенных пунктов Кушнаренковского района. Консессионер должен отремонтировать одноэтажное здание бывшей школы и возвести пристрой. 85% коечного фонда планируют выделить для стационарных пациентов. На эти цели организация будет получать субсидии из бюджета. 15% мест будут платными. Летом инициативу одобрили на инвестчасти с главой региона. На тот момент предполагалось, что инвестор вложит в подготовку помещения и его оснащение медицинским оборудованием и мебелью 36,5 миллионов рублей. Реализация проекта в течение двух лет. 70 мест будет создано для проживания в нашем пансионате. Нам предоставят в пользование здание школы 1500 квадратных метров и земельный участок в аренду. Срок реализации проекта у нас намечен на 2025 год. В планах реализовать его быстрее вдвое. Это будет третья концессия в Кушнаренковском районе. Первый негосударственный пансионат открылся в селе Шарипово еще в 2019 году. Год назад Минтруд подписал соглашение о создании такого учреждения в селе Конлы. Всего в Башкортостане на сегодня работает пять частных пансионатов для пожилых и инвалидов. В том числе в Мишкинском и Иглинском районах и два в Гафурийском. Они в совокупности насчитывают более 130 мест. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.